Нечеловеческие развлечения уже дня три продолжаются в и без того довольно веселеньком городке Азбесте. Здесь продолжается невольный эксперимент по полувольному содержанию полудиких животных в полужилых помещениях. С людской точки зрения в торговом центре бесчинствует неуловимая обезьяна-беглец. Более двух недель, а именно с 10 марта, в торгующем центре неба на улице Ленинградской гастролирует некий звериный табор, ну или концлагерь, после того, как 1 января прошлого года были запрещены контактные зоопарки, в которых и в хвост, и в гриву можно было тискать бедных животных за копейку малую, зверские эксплуататоры вчитались в букву закона, поржали и продолжили свое дело, переназвавшись и исполнив минимально формальные требования перемен. И вот то, что приехало в небо Азбеста, называется «Выставка экзотических животных «Мир обезьян и змей». Кавычки закрываются. Непонятно, правда, почему в названии игнорируются права на 15 минут славы тех же попугаев, крокодилов и кроликов, енотов, ящериц и прочей живности, не менее напряженно вкалывающей на благо выставки. Конечно, выставки. У нас вы увидите попугайчиков, рептилий разных, крокодилов, обезьянок, змеек, ну и разных пушистых зверяков. Все они добрые, хорошие. Можно их покормить, можно с ними сфотографироваться. Так вот, три дня назад одна, не побоимся этого слова, макака, из своей камеры в торжеще сбежала на небесные просторы торгового центра «Небо». И фиг ты ее поймаешь. Не родился еще такой человек, который сравнялся бы с обезьянней ловкостью при равном весе. Сначала наивные серые шеи думали, что если демонстративно наложить особо вкусных ништяков в ее камеру, то она, дурында, за ними туда как ломанется, когда проголодается. Тут-то камера и захлопнется. Вот если бы дело было, как в предыдущем месте гастролей, в Краснотуринске, в краеведческом музее, где одни вяленые трупы до шкуры, в лучшем случае что-нибудь заспиртованное, то да, там голод не тетка, никуда б она не делась. А тут, в Азбесте, все в макакином распоряжении, единоличном, без малейшей конкуренции. Тонны еды, включая деликатесы. А высоченные потолки, с удобной для лазания, системой труб, кабелей, коробов и так далее, но чисто родные джунгли. Идеальное укрытие. Этот торговый центр неба. И до тех пор, пока за ней не приедут профессиональные охотники со спецвеществами в ружьях, будет наша макака единственным и самым счастливым в Азбесте неба жителем. Субтитры создавал DimaTorzok